Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов Джованни Лоренцо Бернини Похищение Прозерпины, 1621-1622 год, Мрамор, высота 2.55 Согласно римской мифологии Прозерпина была дочерью Церцеры И увидел властитель подземного царства смерти Плутон Он влюбился без памяти, сев в золотую колесницу, запряженной четверкой вороны Их Плутон похитил невесту Услышав крик дочери, Церцера бросилась за ней на помощь Но все усилия были тщетны И как только богиня плодородия поняла, что Плутон тайком похитил ее любимые дядя Она пришла в Ярос и наслала невиданную засу на землю Отчего погиб весь урожай А Юпитер, наблюдая с небес как уничтожается поля и виноградник Решил вмешаться В итоге боги пришли к соглашению, по которому Прозерпина должна была Проводить 6 месяцев гаданой земле с матерью Оставшееся время в подземном царстве с мужем Плутона Сильная мускулистая фигура властителя подземного царства Источает необузданную секвальную энергию Юная Прозерпина пытается противостоять мощному натиску Плутона Дустая борода и растрепанные волосы продают образу герою еще большую мужественность По признанию самого Бернини, работая над произведением, ему казалось, будто мрамор в руках становился пластичным, словно воск Что позволило успешно воплотить в жизнь все идеи При взгляде на этот шедевр пластики становится понятно, что в словах скульптора была доля правды Фигурка Прозерпины в крепких объятиях Плутона выглядит миниатюрной Однако детальный анализ произведения показывает удивительную пропорциональность форм и размеров как тела героев, так и отдельные элементы образа Бернини мастерски передал красоту и стату силу Плутона Его мускулистые руки бережные и крепко держащие возлюбленное Выражение лица Плутона чувствует совластность и вместе с тем некоторое недоумение На его губах застыла улыбка, в то же время образ Прозерпины не уступает по красоте и силе энергии Поражается, каким мастерством и изяществом выполнены локоны волос, плотани и два прикрывающие тела героя В драматических позах фигур нет ни капли искусственности, разворот тела, наклон к голове, движение рук Отчетливо говорят о противостоянии, которое Прозерпина оказывает в ответ на страсть Плутона Слезы застыли в глазах героини и взгляд полон отчаяния Вот такое описание скульптуры Джованни Лоренцо Бернини Похищение Прозерпина я нашел в интернете Надо сказать, что скульптура была выполнена по заказу кардинала Шепиони Как только работа над моментальной скульптурой была завершена Заказчик подарил ее кардинала Людовизи, который отвез статуи на свою виллу Позже итальянское правительство приобрело в собственность произведение Бернини И в 1908 году оно было возвращено на виллу Баргез Вот так вот примерно описывают работу Бернини в похищении Прозерпины Пока-пока, до свидания, всего хорошего